Жизнь есть, жизнь бывает, а жизнь бывает двойная. Интересно, что люди часто обращаются иногда за помощью не только к докторам. Иногда бывают проблемы душевные, духовные. И часто бывает состояние человека, когда трудно определить диагноз, трудно определить проблему. А когда ты не знаешь корень проблемы и не знаешь диагноза, ты не знаешь, с какой стороны начинать помогать человеку. Не знаешь, как ему даже вообще помочь. И тогда в таком случае тяжело лечить или помогать. Иногда человек рассказывает, что он вроде бы и молится Богу, и обращается за помощью. И ты видишь этого человека даже в церкви. И кажется, и человек вроде со стороны хороший, нормальный. Но кажется, так все как-то в жизни непонятно, запутано, трудно и жалко человека. И появляются вопросы к Богу. И кажется, в чем же проблема? Я хочу к вам прочитать одно местописание, которое нас заставит сегодня задуматься. Независимо, вы верите в Бога или вы не верите в Бога. Иакова, 4 глава, 8 стих. Там написано так. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки ваши, грешники. Исправьте сердца двоедушные. И вот здесь мы с вами остановимся. Исправьте сердца двоедушные. По-английски написано, кто умеет читать, double-minded. Двойные. Разум двойной, сердце двойное, душа, лицо. По-английски это two-faced Christians. Это люди, которые имеют как бы... Дома они одни. На работе они другие. А в церкви они третьи. И можно переставить этот порядок. Как вы думаете, друзья, что это за состояние, которое Писание называет двоедушные? Внутри как бы два человека. Хочу обратить ваше внимание, что снаружи это один человек. Внутри их два. Двоедушные люди. Добл-майндед people. Как вы думаете, что это за состояние и с какого возраста оно начинается? Следующий вопрос. В каком возрасте это состояние заканчивается? Я со своей практики поделюсь, что я заметил, что приблизительно двойная жизнь начинается в подростковом возрасте. А вот когда она заканчивается, я не вычислил. Только начало могу сказать. Вы знаете, что в нашей школе, в нашей церкви проходит подростковая школа. И вот как раз сейчас она проходит. У нас 100 человек подростков из разных штатов приехали. И уже многие годы, работая с ними, я заметил, что вот в этом возрасте, примерно вот 13 лет, начинается двойная жизнь. Я добавлю, подростки, они бывают профессиональная двойная жизнь. Много мы разговаривали с ними наедине. Они нам рассказывали разные истории. Очень страшные, их трудно поверить. И когда мы даже родителям их передавали, родители даже нам не верили. Но я говорил, ну нам же нет смысла как бы вам просто так придумывать. Это же ваши дети. И вот такая профессиональная двойная жизнь начинается вот оттуда. И у меня вопрос к вам, друзья. Как вы думаете, к кому написано это слово? Это к верующим или это к неверующим? Или это к таким полуверующим? К верующим людям хочется сразу откреститься и сказать, это не к нам, это вот к грешникам, это вот туда к ним относятся, вот они там таким занимаются. Но я хочу вам предложить, конечно, понимаю и соглашаю, что есть люди, которые называются, так можно сказать, верующими, но живут греховной жизнью, живут в грехах. И они только, может быть, иногда по воскресеньям называются, так скажем, или ведут себя как бы верующие. И, конечно, Библия это осуждает, Писание это осуждает, Бог это видит, Бог это знает. И мы это ярко читаем с вами в Писании. Это все равно, что люди, так скажем, может, имеют только название, наклейку. Но это фальшивка. Знаете, в мире есть много подделок. Подделывают часы, подделывают бренды, подделывают драгоценности, деньги. Все подделывают. Это фейк. Это не настоящее. И так же бывают иногда и люди. Тоже как бы название, только наклейка остается. Но на самом деле суть, она совершенно другая. И хочу прочитать вам пару стихов выше. И вы поймете, о ком идет речь. Иакова 4, с 4 стиха. Написано. Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Ой-ой-ой-ой-ой, как нежелательно попасть вот в это состояние. Человек встает врагом Богу. Человек сам встает врагом Богу. И дальше написано. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит дух, живущий в нас. Здесь, может быть, сложно всем понять. Говорится о том, что Бог, Он есть Бог-ревнитель. Бог очень сильно ревнует людей, которые называются верующими, которые вроде бы принадлежат Богу, которые имеют дух Божий внутри себя. И они разделены внутри. Они любят и мир, и вроде бы любят Бога. Если вы следите внимательно за контекстом, то то, что я сейчас прочитал, написано чуть выше. И потом пару стихов ниже, вернут слайд назад, пишется, исправьте сердца ваши двоедушные. И снова вопрос, к кому это обращено слово? Оказывается, это значит и к нам, к верующим, кто считает себя, кто принадлежит к верующим людям, это к нам тоже относится. И здесь нам сегодня надо очень серьезно задуматься, друзья, в каком состоянии мы находимся, и может ли я, верующий человек, попасть в такое состояние внутри. Хочу еще сделать один вывод на основании этого стиха, очень, мне кажется, важный. Написано в Писании, «Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам». Оказывается, друзья, что есть момент, когда человек принимает Бога в свое сердце, в покаянии приходит, исповедует Бога, кается, верит в Бога, и с того момента он как бы принял Бога. Но дальше приближение Бога зависит от человека. Написано, «Приблизьтесь к Богу, ответственность человека, и Бог приблизится к вам». Первый шаг навстречу человека сделал Бог. на кресте умер за наши грехи, и этим самым первый доказал свою любовь к человечеству. Незаслуженно проявил свою любовь, и первый пошел навстречу. И сегодня этот выбор и предложение, оно для всех актуально. Но дальше уже, после того, когда человек принял решение, что он принимает Спасителя в свою жизнь, дальше зависит от человека. И настолько человек близко к Богу зависит вот от этого момента, которое написано чуть дальше, двойная жизнь, двоедушная. Когда человек носит маску, когда человек, он не одинаковый дома и не одинаковый в церкви. Значит, есть состояние, когда человек от Бога далеко. Вот так написано в Писании. А есть состояние, когда человек с Богом близко. А есть состояние, средний вариант, когда он так как бы и недалеко, и не близко. Когда человек с Богом близко, я верю, что это влияет на все сферы. На настроение, на его дух. Даже если он физически себя плохо чувствует, но его дух, я видел таких людей, он очень, очень стабильный, очень твердый, там стержень. Но есть состояние, когда человек может быть от Бога далеко. И снова хочу подчеркнуть, что ответственность ложится на человека, приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. И дальше вот методика, с чем это связано. Исправьте сердца ваши двоедушные, двойная жизнь. Или по-другому это можно еще назвать лицемерие. Чуть выше мы с вами читали о том, что Бог говорит, дружба с миром, это вражда против Бога. И говорится о том, что Бог ревнует каждый раз, когда человек что-то ставит первое на место, вместо Бога. Когда приоритеты в человеке, который уже принадлежит Богу, у него не смещены. Дружба с миром, что это такое? Человек стает как бы врагом Богу, естественно, он отдаляется от Бога. Это любого рода занятие, которое вытесняет Бога. Хочу немножко объяснить. Это не значит, что вы против Бога. Это даже не значит, что вы не верите в Бога. Нет, вы наоборот верите в Бога. Но ваши занятия, образ жизни вытесняет Бога. Как это работает? Ну, любые, например, развлечения, плотские разные желания, материальные цели и так далее. Это не значит, что всегда это плохо. Мы на земле, мы знаем, что у нас есть земные заботы. Главное, приоритетах не потеряться. И когда мы заявляем, что у меня нету времени читать Писание, нету времени на Библию, на молитву, у нас в течение дня не находится 30-60 минут, когда мы спокойно закрываемся и проводим время с Богом, вот там и начинается вот этот процесс вытеснения Бога. когда мы сами себе заявляем, внушаем, живем в самообмане, что у нас как бы нету времени. Проблема не во времени, друзья. Вот это для нас должно быть откровением. Проблема не во времени. Проблема во том, что мы, возможно, дружим с миром. Ценности есть другие. И это вытесняет вот это время, которое мы должны проводить с Богом. Написано в Писании, помните, Давид говорит, праведник во всем успеет. Для меня это вызов. Шок. Как это во всем успеет? Ведь мы же не всегда все успеваем. У нас часто мы говорим, я не успеваю. Мы по жизни не успеваем. В Америке настолько люди занятые, что они не успевают. Но мы читаем в Псалмах, написано, праведник во всем успеет. Вау, где же такого человека найти? Хотя бы ему руку пожать. Ну как ты все успеваешь? Друзья, секрет вот в чем. Что праведник все успевает не потому, что он все успевает, а потому, что он успевает все, что должен успеть праведник. Все, что ценно в глазах праведника, все, что ценно в глазах Бога, вот это он точно успеет. Это значит помолиться, почитать Писание, провести время с Богом, он точно успеет. Другое, возможно, он не успеет. Потому что другое, это второстепенное. А то, что должен успеть праведник, он обязательно успеет. Вот почему написано, он все успеет. Потому что самое ценное и важное, он успеет. А в этом и есть все. А второе, второстепенное. Дальше. Когда человек, кажется, дружит с миром, это можно еще сравнить с тем, когда человек начинает смотреть, очень сильно увлекаться фильмы, социальные сети и много других моментов, игры, разные, разные вещи, это не значит, что их нельзя смотреть или делать. Иногда это можно отдыхать, но, как я сказал, когда это вытесняет Бога, когда это заменяет главное, когда потом ты говоришь, что у меня нету времени, вот тогда это и называется дружба с миром. Тогда человек вроде бы уже встает как бы двойным. Он в воскресенье, он принадлежит Богу. В понедельник он другой. В пятницу вечером он тоже другой. И снова человек хочет сказать, что нет, я христианин, я называюсь так, я не просто называюсь, я такой. Но потом по жизни кажется, что он другой. И возможно он знает Бога, возможно он верит в Бога, возможно, Бог ему пригодится. Но здесь написано, приблизьтесь к Богу и Бог приблизится к вам. Друзья, здесь Бог говорит о неверности, о неверности человека к Богу. Об этом тоже очень много сказано в Старом Завете, когда Бог ревнует и претендует на первое место в жизни верующего человека. Вы знаете, друзья, что интересное состояние получается, когда у людей получается в церкви быть очень красивыми, пушистыми, культурными и спокойными. Но дома люди совершенно другие. Вопрос простой, из практики. Почему дома человек, он не может не орать, не кричать, не унижать, не обзываться, в церкви он может. Он полностью справляется со своими эмоциями. На работе он может быть там где-то между. Вопрос, если ты можешь справляться с такими эмоциями, когда ты разговариваешь с боссом, когда ты находишься в церкви, почему ты не можешь справляться со своими эмоциями дома? Ведь в церкви ты мог, дома ты не смог. Вопрос, это один человек, это два человека, это культурный, воспитанный или это двойной? И когда так происходит по жизни из года в год, то тогда человек привыкает к двойным стандартам, привыкает к двойной жизни, привыкает к двойным, двоедушные, исправьте сердца ваши. И мы снова приходим к выводу, ведь в некоторых местах получается себя вести нормально, значит, тогда это вопрос выбора или вопрос внутренности. Иисус Христос очень много говорил к людям религиозным, которые себя называли очень верующими. Вы знаете, что больше всего у Иисуса, у Него было вот таких вот вопросов, таких вот разговоров очень прямых с фарисеями. Очень религиозные люди, очень. Он именно их. Лицемеры, лицемеры, гробы окрашенные, лицемеры. У вас название, у вас наклейки, в воскресенье вы такие все святые. Ну а по жизни, а в понедельник, где, где это, где эта святость? Луки 12, 1. Написано, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Двойная жизнь, друзья. Вы знаете, что двойная жизнь еще может быть в жизни человека, верующего, который живет в непрощении, живет в обидах. Он запутался, он в обольщении, он даже не знает, что это в его жизни присутствует. И получается, два человека. Но человек, который живет в обиде и называет себя верующим, это несовместимо. It's not comparable. Это невозможно. Но возможно впасть в обольщение. Что все нормально, все хорошо, все нормально. Но не все нормально. Не все нормально. Ты живешь двойной жизнью. Снаружи все нормально, внутри не все нормально. Матфея 23, 25. Написано, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность, чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды. Люди больше намного переживают за внешние факторы, что люди скажут, как мы выглядим со стороны. А Бога больше интересует внутреннее состояние. Бог идет намного, намного глубже. Человек больше сфокусирован на больших грехах, а Бог смотрит на сердце. Когда ты сам с телефоном, что ты делаешь? Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Проповедь или что-то другое. Матфея 6 написано, выражается, как Бог подчеркивает, насколько ему важно, что человек делает, когда он находится сам. Матфея 6 глава, несколько примеров. Когда творишь милостыню, помогаешь людям, делай это в тайне. Дальше, когда молишься, войди в комнату твою и помолись Отцу твоему в тайне, один на один, сам. Дальше, когда постишься, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим небесным в тайне. Это только мысли из одной главы, где Бог подчеркивает, обращает внимание на то, что ты делаешь, когда ты сам. Когда тебя никто не видит. Вот то, что ценно для меня, для Бога. Ты можешь назваться верующим сто раз, ты можешь ходить в церковь, быть воскресеньем, ты можешь петь, поднимать руки, но когда ты сам, вот что настоящее. Вот это, что ценно для меня. Когда тебя никто не видит, вот что для меня ценно. Вот почему Бог говорит о двойных, двоедушных людях, которые, возможно, свыклись, привыклись к таким состояниям. Они уже сами этого не замечают. Они называются верующими. Такие люди были давно, во времена Христа, и такие люди есть и сегодня. И Христос их призывал исправить их сердца. Когда ты дома сам, когда тебя никто не призывает к молитве, никто тебя не обязывает читать Библию, никто тебя, вот так скажем, ну не давит. Это ты сам, ты свободный выбор, ты просто сам. И ты чувствуешь и понимаешь, у тебя этого желания нету. У тебя нету этого желания, тяги нету, интереса нету. Одно только чувство может быть вины. И тогда снова вопрос, так кто ты? И какие твои отношения, и твой уровень отношений с Богом? Читаем с вами одно важное местописание, которое, я думаю, что нам должно открыть глаза всем христианам, и мы должны понять, что наша христианская жизнь и хождение перед Богом, оно начинается дома, и оно оценивается дома. Оценивается не в церкви, а дома. Псалом 100, второй стих. Буду размышлять о пути непорочном, и вот решение, стандарт, стандарт человека, который уважает Бога. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди собрания воскресения. Там так не написано. Там написано, я буду праведным, непорочным, одинаковым посреди своего дома. In my own home. Integrity. In my own home. И вот здесь, кажется, все как бы меняется. Здесь вот как бы рентген души вскрывается. И здесь все и оценивается по-настоящему. Дома. В воскресенье мы собрались, мы как-то нарядились, мы улыбнулись, мы как-то вид сделали правильный, маску одели. Сейчас вот модно, вы знаете, да? Маски одевать. Но мы с вами о других масках, которые надо снимать. А когда привык в маски ходить. Оказывается, друзья, что в церковь мы ходим питаться, заряжаться, учиться, но экзамены сдаем дома. Не все сказали аминь. Давайте попробуем снова. В церковь мы приходим питаться, заряжаться, учиться, а экзамены сдаем дома. И это должна быть наша цель, друзья. Наша цель. Потому что написано в Писании, буду ходить в доме, в моем доме, не в чужом. В чужом ты так, мы ходим на цыпочках. В моем доме буду ходить в непорочности моего сердца. Потому что именно дома проявляется вот наша реакция, ропот, гнев, крик, лень, лицемерие, бездуховность, зависимость, тайные грехи. Когда тебя никто не видит, это дома. Вот там и начинается, друзья, двоедушие. 1 Тимофея, 5 глава, 24 стих. Написано, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению. А внимание, а некоторых открываются в последствии. Интересно, о ком же это написано? А некоторых открываются в последствии. Later, later. Но они открываются. Они уже присутствуют. Только о них еще не знают. Но они в последствии обязательно откроются. И самое важное, что Бог о них уже знает и уже о них написано. Вот эта двойная профессиональная жизнь, она может присутствовать в жизни неверующего человека, который постоянно обманывает, который постоянно кажется хорошим, культурным, духовным или приличным. И в жизни верующего человека тоже может присутствовать двойная жизнь. Когда человек в церкви один, на улице он другой. В церкви он один, в бизнесе он другой. Дома он третий. Но ведь мы же не можем обмануть Бога. Вот почему написано для нас, кто иногда уходит в это состояние, написано «Исправьте сердца ваши двоедушные, приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам». А как нам важно, чтобы Бог был близко? Бог приблизится к нам. Написано еще о виде и внутренности. 2 Тимофея 3 глава 5 стих. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». В новом переводе написано внешней набожности будут держаться, внешне святые набожные, но откажутся от ее внутреннего смысла. Внешне снова воскресенье всех хорошие, пушистые, святые и верующие. Но внутри, вот что ценно в глазах сегодня Бога. Интересно, что Писание призывает таких людей удаляться. Мы тоже об этом нечасто думаем, потому что они на нас влияют. Потому что они влияют не только на нас, но они служат и плохим примером и для остальных. Это плохое влияние. Вот почему сегодня, друзья, нам очень важно понимать, что наша христианская жизнь начинается в понедельник. Вы скажете, ну, можно до понедельника расслабиться. Нет. Друзья, смысл в понедельник начинается. Христианская жизнь. У нас, нам нужно отказаться, наверное, от вот этого понятия и полностью изменить мышление, что мы идем на служение в воскресенье, что мы ходим перед Богом в воскресенье, что вся наша христианская суть это воскресенье, когда мы приходим в церковь. У кого-то в субботу это один день, это вот один день, а вот остальные дни, они как-то, ну, живи как можешь, выживай, друг, старайся. Но мы служим Богу везде, мы служим Богу каждый день, мы представляем Бога везде и представляем Бога каждый день. Если мы граждане неба, мы имеем Его гражданство и имеем ответственность быть представителями Его царства, чтобы Ему было не стыдно за своих граждан. В церкви, снова я повторюсь, люди заряжаются духовно, чтобы выносить свет, чтобы быть примером, чтобы влиять на других. Потому что лицемерие и двойная жизнь служат большим соблазном для не церковных людей в первую очередь. Я думаю, что вы встречались с людей, которых вы приглашали в церковь. Вам они сказали, а вот в эту церковь я не пойду. А почему? Ох, у вас, у нас есть там такие люди, они так красиво поют. кто в зале, кто на сцене и руки поднимают, и аллилуйя говорят, но я уже имел с ними пару сделок и всегда как-то пытаются обуть, как-то пытаются обмануть, кинуть тебя. Неприятно это слушать. Или еще подобный комментарий, у вас там лицемеры. И ты снова хочешь сделать вид, что ты, это не про нас идет речь. Конечно же, в церкви люди несовершенные. Конечно же, в церковь люди и приходят для того, чтобы здесь меняться к лучшему, исправляться благодаря влиянию Духа Святого и Слова Божья. Но, друзья, это служит большим соблазном, преткновением для многих людей, не только неверующих, но и для верующих. И это, я верю, что это обижает Бога, это оскорбляет Бога. Вы знаете, что Иисус Христос рассказывал притчу о пшенице, ее плевелах. И там, кажется, есть один такой важный вывод, когда люди, которые поняли суть проблемы, что хорошие колоски, зерно растет вместе с плевелами или с сорняками, нужно эту проблему решить. Нужно этих людей просто с терпи повыкидать, повырывать, с корнем выкинуть, прекратить эту клевету, раз и навсегда покончить с этим лицемерием, с обманами, с этими христианами, которые подставляют и служат большим соблазном для мира. Их нужно просто выкинуть из церкви, их нужно просто поставить на место. С одной стороны, да, а с другой стороны, написано, Христос сказал в этой притче вывод, что нет, не трогай, потому что, когда будешь вырывать с корнями вот этих двойных, вот этих лицемеров, которые себя называют верующими, плевелы, сорняки будешь вырывать оттуда, то можешь нечаянно где-то и повредить и хорошее зерно. И дальше вывод, пусть растут вместе и плевелы, и пшеница до жатвы, до времени, а потом Бог все равно посортирует. Но как хочется сегодня, чтобы мы все услышали, что не стоит ждать уже того момента, жатвы, конца света, потому что там уже поздно будет что-то менять. А сейчас важно перейти в правильный статус и состояние, чтобы мы оказались в числе правильных. Матфея, 15 глава, с 8 стиха, читай ключевой стих, местописание для нас. В 7 стихе написано слово лицемеры. И дальше, с 8, приближаются ко мне люди сии устами своими чтут меня, языком чтут меня. Сердце же их далеко отстоит от меня, они тщетно чтут меня. Снова вопрос, о ком идет речь? Какая категория людей? Верующие или неверующие? Обычно люди, не знающие Бога, неверующие, они Бога не чтут, не уважают, не поклоняются Богу, не служат Богу. Здесь написано о тех людях, которые Бога чтут, почитают, прославляют, уважают Бога. И написано, что они это делают своими словами, языком, внешне. То есть слова очень правильные. Но дальше суть проблемы, которая не устраивает Бога, но их сердце далеко. Сердце далеко. Представьте себе, если посмотреть только на нашу церковь. Вот сегодня у нас было уже время пения, поклонения Богу. И многие, многие в этом зале устами, языком и молились, и пели, и аллилуйя говорили, и руки поднимали. И среди этого количества Бог говорит, есть люди, которые все правильно говорят, но их сердце далеко от меня. Вау. Может быть, стоит рискнуть и задать себе вопрос, Господи, а что, если я в этой категории? Что же значит сердце далеко? Что значит говорить устами правильно, а сердце далеко? Я хочу снова привести простые, базовые, такие, практические примеры. Что ты делаешь, когда ты дома сам? Когда тебя Библию никто не призывает читать. Никто не призывает. И ты знаешь, что ты ее не читаешь. Когда тебя никто не заставляет, иди в комнату, закрывайся, помолись, побудь с Богом. Никто. И ты знаешь, у тебя желания нету в сердце, тяги нету. Ты понимаешь, что это полезно, понимаешь, что это правильно, но в сердце этого нету. Это сердце далеко. Разум, сердце. Разумом понимаешь, сердце далеко. Если к тебе зайдут в гости, или ты попал в общество верующих, ты отреагируешь правильно, ты все скажешь и помолишься, и вроде бы духовные красивые слова скажешь, но когда ты сам, сам дома, когда желания нету, что с этим делать, кто ты, кто я, я одинаковый или я двойной. Почему? У меня в дом, дома у меня разные, у меня другие желания, но в церкви у меня вроде бы желания такие как бы духовные, но когда начинается понедельник, я как будто другой. Желание в сердце, это не то, это нужно себя как-то там тянуть, вооружить, заставлять. Да, бывают периоды, когда человек духовно заболел, нужно себя где-то дисциплинировать, это бывает, но когда это по жизни, когда ты двойной по жизни, когда это тянется всегда, когда ты понимаешь, что ты сам не свой, ты понимаешь, что сердце далеко, далеко, оно не близко, оно далеко, и Дух Святой даже сейчас Он тебе нежно говорит, приблизься ко мне, исправьте ваши сердца двоедушные, я приближусь к вам. Вот здесь, друзья, об этом мы сегодня и говорим. Я снова говорил, что иногда можно, я тоже пользуюсь телефоном, тоже иногда бываю в соцсетях, но если человек себе при этом говорит, что у него нету времени на другое важное, то тогда это проблема, тогда сердце не там, не с Богом, не близко. Но когда ты провел час или полчаса с Богом, это стабильно, это естественно, это тяга, желание, тогда можно и другое. Тогда ты более-менее, хоть ты понимаешь, что ты одинаковый, а если ты не одинаковый, если тебя не узнают, если ты знаешь, что эта проблема длится по жизни. Слышал одно заявление, написано, помогите справиться с собой. Я плачу. Хочется помочь. Человек признает, что не может справиться с собой. Знаете, говорят, не могу справиться с проблемами, не могу справиться с женой, а тут с собой не может справиться. Вот это, вот такое состояние бывает, мы попадаем, слышим, знаем, понимаем. И когда мы подходим к вот этой двойной жизни, об этом описывается о Божьем народе Еремия 7 глава с 9 стиха. Написано, вы крадете, вы убиваете, вы нарушаете супружескую неверность, то есть верность, вы лжесвидетельствуете, обманываете, следуете за чужими богами, а потом приходите и встаете передо мною в этом доме. который называется моим именем и говорите, мы спасены. Это все лишь для того, чтобы потом снова идти домой в понедельник и совершаете все же эти мерзости. Снова перечисляется перечень разных беззаконий. Интересно, что потом же эта же категория людей, они стоят в доме Господнем, они пришли туда, их туда не с пистолетом завели, они туда сами пришли, и они там сами как бы поклоняются Богу. Интересно, что Богу это не нравится. И главная мысль, которую нам нужно вывести из этого местописания, что это получается одновременно, параллельно. Вот так вот только раз и поменялся. В понедельнике человек другой, дома человек уже другой, а в церкви он третий. Одновременно он может и то, и то делать и одновременно поклоняться и молиться. И кажется, вроде бы сам себе удивляешься, как ты можешь, ты такой талантливый. Как у меня это получается? Жизнь людей в храме и за стенами. Здесь ключевое слово и, в синодальном переводе написано и, вы делаете то и то и то, а потом и одновременно приходите в храм. Дальше написано входите вслед других богов. Это все идолы наши, современные идолы, которым мы отдаем предпочтение, влияние больше своего времени авторитета. И дальше внушаете себе мы спасены. на простом языке все нормально. Chill, relax, we're good. Don't bother me, не трогай меня, чего ты напрягаешься? Я сижу в церкви, слава Богу, спасибо. Я в воскресенье прихожу, чего вы начинаете вот этот ваш фанатизм? Друзья, расслабьтесь, все нормально. Голос такой звучит где-то там, внутри, издали. Но ведь это же, друзья, Бог видит насквозь человека. И как не хочется, чтобы мы привыкли к двойным стандартам, двойной жизни. Бог, друзья, Он имеет радикальное отношение к двойной жизни. То, что я сейчас прочитаю, меня удивляет. А как вас? Читаем вместе Еремия, 7 глава, 13 стиха. Так как вы делаете все это, говорит Господь, я говорил вам, вы не слушали, я звал вас, вы не отвечали, то есть Бог предупреждал, отвергну вас от лица моего. И дальше обращение к пророку. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, внимание, не ходатайствуй за них предо мною, ибо я не услышу. Вот это приехали. Знаете, бывают периоды, помолитесь, пожалуйста, там за меня. Интересная мысль. Или передают, помолитесь там за них. Не молись за них, не ходатайствуй за них. вау, вау, кажется, как это, да, там написано так, говорит Господь. Очень серьезное заявление, которое должно просто пробудить любого, кто хоть как-то называется верующим, который живет хоть как-то двойной жизнью, независимо от уровня. Но когда человек живет профессиональной, стабильной, двойной жизнью, то приходит период, когда Бог предупреждает, Бог говорит. Я верю в Бога, который Бог есть в любви, я в этого Бога верю. И Бог дает шанс. И потом Бог видит, это выбор человека, это выбор человека, это выбор, это решение, это умышленное решение. Жить такой жизнью, это уже привычка, это уже давно зашло вовнутрь. Это уже не просто маска, это двоедушие, это глубже. Маску можно снять и снаружи как-то увидеть, но двойную душу, сердце никто не увидит, только Бог говорит, это двойные люди, два сердца, две души. Вот такие люди, за них не ходатайствуй, не молись. Очень опасные последствия человека, который выбирает идти таким путем. И здесь называйся хоть триста раз. Слава Богу, что ты в церкви, но важно каким ты выйдешь и будешь в понедельник. Вот там начинаются экзамены нашей христианской жизни. Какие тяжелые последствия. И хочется, друзья, сказать нам, что нам приближаться к Богу стоит меняться не только потому, что страшно. Бог накажет или Бог не слышит мою молитву. И такое, друзья, возможно, на основании того, что мы прочитали. Вот почему написано приблизьтесь к Богу, исправьте сердца, и я приближусь к вам. Иногда человек запутался, живет вот такими двойными стандартами и кажется им молится Богу, потом приходит выкладывает все эти претензии к Богу или к пастору. Ну почему, почему, почему? Ну а ведь есть же вот и некоторые развязки. Но нам нужно идти путем исправления покаяния не только из-за страха, а из-за любви к Богу. Помните в начале я читал, Бог Он есть ревнитель, Он ревнует нас. Это побуждение из любви, не из-за страха. Из любви. Чувство верности выходит из любви, не из-за страха. Когда вы верны своей жене только из-за страха, это же не та верность, не тот уровень. Когда мы вроде бы верны Богу только чтобы в ад не попасть, чтобы Бог какую-то молитву там ответил? Или мы верны Богу из-за любви? Оттуда выходит истинное отношение наше с Богом. Чем же отличаются ошибки от двойной жизни? Важный вопрос, потому что друзья ошибаются все. Мы все можем спотыкаться где-то падать, срываться, но когда человек не кается. Я вам привел пример двойной жизни. Человек в церкви он очень спокойный и всегда разговаривает нормальным томом. Дома он, она могут орать. Но люди уже привыкли к этим стандартам, живут двойной жизнью, двоедушной, и при этом они не каются. Они уже не извиняются, потому что это уже вошло, это уже не просто маска, это уже душа, это уже так глубоко там сидит, это уже сердце, это уже врачу, человеку даже тяжело определить диагноз, это только Бог так пронзает насквозь рентген сердца. и когда человек не кается, не извиняется, когда он в этом ну, ну так получилось, и он живет так, или другой вариант, когда человек он от этого страдает, ему от этого плохо, он борется, вот это состояние ошибки, он борется, он мучается от того, что так получилось, он обязательно, если у него нету силы идти, он ползет, но ползет в правильном направлении, он идет к человеку, просит прощения, он идет к Богу, просит прощения, и когда у него молитва идет к Богу, вы знаете, что есть там одно местописание, которое я прочитал, то есть не прочитал, когда Давид молится и говорит, Господи, от мыслей моих не отступают уста мои, то есть где он признается Богу, что я честный перед тобою, а иногда бывает, что даже молитва может быть религиозная, такая заученная, такая правильная, но оно даже не сходится с сердцем, с мыслями не сходится, оно там полное вообще, it's not comparable, it doesn't match, и когда мы вот в молитве понимаем, что Господь, я вот смотрю на себя в понедельник, в пятницу и воскресенье, и где-то я раздваиваюсь, и человек в этом состоянии начинает молиться, Господи, но я же не хочу в таком состоянии быть, это ужасно, это больно, это больно, я не хочу быть в таком состоянии, страдают близкие, и я, и я тебя, Господи, подставляю, кидаю, как-то я неверный, и тогда человек начинает молиться, Господи, вот это в моем характере, вот это в моем характере, вот это, Господи, помоги, ну, бороться до конца, до конца бороться, есть такое место в Писании, и написано, вы еще не до крови сражались, вы знаете, есть такие грехи, которые человек, он знает, что их нужно победить, например, курить ты должен бросить, пить ты должен бросить, блуд ты должен бросить, а все остальные, такие там, там, гнев, крик, там, ропот, клевета, это так, ну, попробуй бросить, ну, если не бросил, ну, ну, тогда вопрос, а почему некоторые, ты должен на сто процентов завязать, а с некоторыми ты будешь жить всю жизнь, почему? Ведь же Божьи силы, крови, и достаточно освободить полностью, но двойные стандарты, они как-то нам иногда выгоднее или приемлемее, ну, как хочется идти, быть вот честным, одинаковым, чтобы Бог вот эту молитву, Он слышал, чтобы Он был к нам близко, чтобы Он приближался к нам, к нам, ведь это же тебе надо, ведь это же не мне, это же тебе надо, ведь ты же заинтересован, чтобы Бог был с тобой близко, Бог говорит, исправьте сердца, ваши двоедушные, я приближусь к вам, это очень блаженное состояние, когда Бог близко, Исайя 1 глава, еще одно заявление, очень такое, зачем мне множество жертв ваших, я присыщен, не топчите дворы мои, не приносите больше бессмысленных даров, когда вы умножаете молитвы ваши, я не слышу, Господь, о чем здесь, кому это слово обращено, к Божьему народу, Божьему народу, когда человек живет в грехе и не знает Бога, там вроде бы все ясно, прими, поверь, покайся, а если уже принял, если уже поверил, что дальше, мы и дары приносим, и пожертвования носим, и все кажется, все так вроде бы правильно, внешне, а Бог здесь говорит, слушай, давай по-настоящему поговорим, давай честно, давай один на один, давай когда ты сам, зачем дары, зачем вот это топтать, здесь вот этот карпет, зачем его даже топтать, кажется, вы что не рады, что я здесь, да нет, мы рады, так хочется, чтобы и Бог радовался, какой же выход из этой ситуации, кажется, вау, двойная жизнь, это так страшно, а что же дальше, а дальше все очень просто, и очень сложно, процесс называется покаяние, очень просто, и очень сложно, представьте себе на минутку, чтобы я сказал, друзья, кто живет двойной жизнью, выходите наперед для покаяния, как это назвать, очень просто, или очень сложно, хочется даже как-то облегчить, этот процесс для людей, и сказать, друзья, не выходите вперед для покаяния, останьтесь там, где вы есть, лишь бы Бог приблизился к вам, ведь это же вам, а я буду рад за вас, просто, чтобы вам было хорошо, чтобы Бог был близко с вами, не стоит играть в церковь, не стоит играть в религиозные игры, пред Богом сто процентов не стоит, пример последствия двойной жизни, перед нашей молитвой, Матфея 26 глава, 49 стих, яркий пример Иуды, один из его последователей, Иисуса Христа, он тоже был с ним, он тоже молился, он тоже руки поднимал, он тоже говорил, Аллилуйя, он тоже, кажется, был вместе, с верующими в храме, как и мы, очень все было как бы, как правильно, внешне, внутри, написано в Писании, там были двойные стандарты, и дальше, когда уже пришел момент, перед самой смертью Иисуса Христа, написано, этот Иуда подошел к Иисусу и сказал, радуйся, все нормально, Господи, все нормально, мы вместе, мы близко, мы в церкви, Аллилуйя, воскресенье, и мы здесь, а некоторые не ходят, ай-яй-яй, а мы здесь, Господи, мы близко, и дальше, поцелуи, какой символ ласки, когда люди целуются, кажется, они так любят друг друга, какая тактика, тонкая тактика, мы, Господу, признаемся в любви, а написано, сердце ваше далеко от меня, как больно, как жалко Бога, и Иуду тоже жалко, а не тактика, оказывается, друзья, что даже поцелуй, символ любви, знак близости, может быть фальшивым, то тем более, все остальное, как хочется, чтобы мы были настоящими, настоящими, друзья, мы живем с вами в последнее время, Библия говорит о узком пути, о широком пути, о плевелах, о пшенице, будет разделение, будет вот этот просев, будет отделяться солома от пшеницы, будет отделяться, друзья, это временно, пока мы вместе растем, где-то расстраиваемся, нас обижают, где-то мы соблазняемся, но это все временно, главное, чтобы ты был недвоедушным, когда ты сам, есть ли у тебя вот это, к Богу близости, любовь, ты об этом знаешь, ты точно об этом знаешь, интересно, что когда это происходит в нашей жизни, то Христос обращается к Иуде и говорит, предатель, а зачем ты пришел сюда, в церковь, читайте внимание на экране, что написано в Писании, там не написано предатель, там написано, друг, друг, зачем ты пришел, ну как зачем, в церковь, вы что, я в церкви, как это, зачем, прости, это не я спрашиваю, фокус, Иисус спрашивает, неожиданный вопрос, согласен, но тебя спрашивает, даже не стоит обворачиваться, зачем ты пришел, ну как, как, зачем пришел в церковь, я же к Иисусу, я ближе, я туда к верующим, вот сюда, ближе к вам, а сердце, в понедельник, дома, на работе, маски, двоедушие, как жалко, как больно, друг, это в переводе шанс, друг, это в переводе, покайся, друг, это в переводе, сейчас, покайся сейчас, это нужно тебе, не Богу, не мне, тебе, ради себя самого, как хочется, друзья, нам сегодня склониться, перед Богом, низко-низко, упас к Его ногам, и поклониться, как хочется, улыбаться, и не притворяться, когда вас спрашивают, как дела, чтобы мы были, не фальшивыми, я сейчас призываю всех, кто смотрит нас онлайн, и всех, кто в церкви, для искреннего разговора, с Богом, и для молитвы, если в этом зале, или онлайн, есть люди, которые еще не знают Бога, не верят Бога, я хочу вам сказать, самое лучшее решение, которое я когда-либо сделал, в своей жизни, это я поверил в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, если вы отдадите Ему свою жизнь, поверите Ему, вы можете быть прощены, прямо сегодня, вы можете быть спасены, ради этого, все, что здесь происходит, ради вашего спасения, наша церковь, мы существуем, ради спасения грешников, друзья, кто смотрит нас онлайн, если вы это решили, вы можете нам написать, кто есть в этом зале, кто желает сегодня покаяться, перед Богом, вы можете пройти вперед, за вас обязательно помолятся, а всех, кто желает молитвы, кто с собой не справляется, пусть вам будет легче, на ваше усмотрение, можете оставаться, можете прийти вперед, но у нас сейчас будет молитва, давайте мы все встанем, давайте мы задумаемся об этом, обращении к Богу, исправьте сердца ваши двоедушные, приблизитесь ко мне, я приближусь к вам, во имя Иисуса Христа, ответим на Его призыв, и будьте благословенны, Аминь. Аминь.